Вы подтвердили, что согласована с вашей позицией адвокатом о том, чтобы извинить вам подписку о невыезде, например, посещение, которое разбиралось в органопределительного расследования на обязательстве поятки, от вреда того, что вы работаете при общинстве, исправительном документе последовательной коммерческой организации, фонд развития должности на института. Значит, скажите, пожалуйста, с чем эта работа связана? Прежде всего, задача этой коммерческой организации, скажем так, из своего названия, следует, что это связано с привлечением сюда инвестиций для экономики Бухакасии. Для усилий развития социально-экономического положения в исполнении. А просьба моя связана с тем, что мы часто, почему разъясняем, потому что, например, завтра будет представительский форум, где по роду деятельности мне необходимо было быть. и вопросы, связанные с заключением соглашений, вопросы, связанные с деловыми встречами, у нас проходят не только в Республике, но и в России, в том числе в Москве. В связи с этим уже связана с резиновой работой. Ваши функциональные обязанности, что вы должны делать по поводу, как заместителя, разъезжать по стране, что ли, или в чем она заключается? Я хотел вопрос выяснить. Как заместителя у меня есть направление. Я встречаюсь именно с представителями бизнеса, с банковским сообществом, с представителями банков, проводим именно, случаем соглашения о сотрудничестве, рассматриваем конкретные проекты, встречи с предпринимателем в нашу Республику. Есть интерес не только в наших местных предпринимательских сообществах, но и из других регионов. То есть именно за вопрос проведения деловых встреч, в том числе с экспертами, так же встречаемся с институтами при оценке тех или иных предлагаемых проектов. Понятно. Вопросы будут у второго? Дорогие, скажите, пожалуйста, а руководители, кроме вас, в этой организации имеются еще? Конечно, имеются, но дело в том, что этот фонд был численный. Вы понимаете, пожалуйста, сколько их вообще есть? Руководители, один руководитель директор. Я возраститель директора. Всего работает 6 человек. То есть есть еще работники, да, по-моему? По инвестном управлению 3 человека работают. Не буду ли вы сочетесь? Не имеете, пожалуйста. Присаживайтесь, пожалуйста. А, хорошо, проще. Значит, у податство было заявлено, настаивали на своих податных защиту. Да, Ваша честь, потому что, в принципе, вот статья 255, первая часть ее, она, как бы, исходит не только, когда меры пресечения в виде заключения под стражей. Ну, и я считаю, как я видела из ее фабулы, она, в принципе, все меры пресечения касается. Не стоит вопрос о том, чтобы суд согласовывал с нами. В этом нет необходимости. А вот именно, чтобы в момент, когда будут перерывы, чтобы человек мог воспользоваться перерывами и согласовать свою плановую работу где-то встретиться. Вот в чем. Чтобы не ставить суд в положение того, что каждая необходимость будет приезжать, согласовывать с судом. Потому что подписка не в езде, она предусматривает именно согласоваясь с судом, выезды куда-то за пределы подписки. Только в этом, а никак не в том, чтобы затянуть процесс или нет. Мы не заинтересованы в затягивании процесса. Абсолютно. Спасибо большое. Мы ее ручки. Да, уже честно. Поддерживайте податься. Да, уже честно. Пассажир.